Я даже убила, что у того вот человека тоже много что не получается. И у меня это было прям как? И у меня это было очень интересно, как? Там ты имеешь в виду, что у меня не было, и тебе будет что-то не получать. Друзья мои, всем привет! Знакомьтесь, гостья моего канала Светлана Перова. Светлана – психолог, живет в Перми. Она просто невероятная личность, которая смогла преодолеть множество жизненных трудностей, начиная с детства, когда у нее диагностировали детский церебральный паралич. Но, несмотря на это, она упорно стремилась к своим целям. И не только окончила Пермский гуманитарно-технический институт, став психологом, но и достигла высот в спорте. Светлана стала призером Кубка мира по паравелоспорту и чемпионата России. Как психолог Светлана работает в гештальт-подходе. Она предоставляет разные психологические консультации. Помимо этого, она занимается гвоздетерапией, что является одной из ее уникальных услуг. У Светланы есть свой собственный канал, который называется «Смелость быть собой». Ссылку на который я обязательно вам оставлю в описании этого ролика. Ну и, конечно же, огромное спасибо, хочу сказать Светлане, за то, что она согласилась стать героиней моей рубрики «Времена не выбирают». Недавно мои знакомые первый раз в жизни сходили к психологу, вдвоем попытавшись решить свои, ну, скажем так, взаимоотношения какие-то, которые вызывали у них затруднения, появлялись проблемы. И после встречи с психологом они испытали только одно разочарование. Сказали, что ничем он им не помог, что единственное, что он говорил, это «Что вы чувствуете? Что вы сейчас чувствуете?». И, ну, какого-то решения от него, они ждали каких-то советов, но в итоге одно разочарование пришло к ним после вот такого похода. Скажите, по каким хотя бы трём критериям надо выбирать психолога, да? И вообще, что ждать от психолога человеку, да? Человек идёт, и я понимаю, что он ждёт решения своей проблемы. А что может дать психолог? То есть может ли он решить, помочь решить проблему, дать какой-то совет и вообще иметь ли право психолог, да, давать какие-то советы? И какие три качества вот должны внушать нам доверие при нашем решении пойти к тому или к другому психологу? Оaccord враг на психологии и психотерапии очень много. Целестная психотерапия, конистическая психотерапия, психотерапия сага диагонического, экслюстическая психотерапия, танцевальная психотерапия, психоанальная, семейная, детская, их очень много. И поэтому нужно понять, что вы хотите. И из того, какой у вас допрос, нужно отбирать себе специалистов. Я могу рассказать, как я выбираю себе специалистов, к кому я иду. Это первая очередь, я смотрю, где он учился, сколько опыт работы на данном направлении, какая квалификация. Второе, на что я обращаю внимание, это на инвестиции, как об этом специалисте, какие есть отзывы. Третий четыре это, чтобы этот специалист мне нравился как человек, чтобы меня был интерес к нему как специалиста или просто как человеку. Если у меня человек не есть, то я у такого специалиста не развиваю очень много. Что знаете, а от психолога зависит то, куда вы идете, если вы идете в посланных консультациях, то вы развиваете ситуацию, где сейчас одна разница. Если вы идете на психотерапию, то это более глубокая работа. Более длительная и более глубокая работа. Опять же, все зависит от того, что, какой заплот, какие плоды, вам нужно решить. Есть такие заплотки, которые решаются за один-два операции, а есть заплотки, которые решаются за полгода, за год. Вообще, минимальный сайт психотерапии – это два сутки веков. Вот за это время вы наладуете хороший контакт с психотерапией, вы начинаете с ними болезать и начинаете погружаться очень наружу. То, что вы достигаете, вы успеете это обработать и строить жизнь. Вот такой ответ мы знаем. Вы сказали в одном из влогов своих «Я принимала себя сорок лет. Я училась принимать себя сорок лет». И вот, наконец, я себя приняла. Что вообще такое принять себя для человека? По турецинтеве я понимаю отношение к семье. То есть, если раньше у меня было отношение к семье более жесткое, жесткое, то есть… Я, в принципе, себя сравнивала с обычными здоровыми людьми. И, естественно, у меня много что физически не получалось. У меня не получались те достижения, которые, получается, у второго человека есть. Что у второго человека есть просто легко, и для меня это, ну, более сложнее. Мне нужно подумать, как это сделать. А у кого-то это, это, получается, очень просто. Я многолею очень снижилась на людей, которые не оценят то, что у них есть. Что они могут свободны. Они свободны говорить, хороша говорить. Идет всякими, ну, снижающими руками. Жить так, как, ну, я думала, что я не могу тратить. И поэтому, да, и поэтому я очень привела себя. Мне было очень удивительно, что мне приходится привелить очень много усилий, чтобы совершать такое же действие, как обычный человек. Человек сейчас просто не додумывается. Но потом, ну, надо на психотерапии, по своей. Мне мой психолог сказал, что, Седарь, ты самый жестокий человек в отношении к семье. Очень мягкий человек, занимает, ценит. У себя очень хорошо, а ты к семье относишься очень жестоко. И для меня слова стали таким, как дали мне очухаться, очухаться немножко так, пересмотреть отношения к семье. И я перестала себя сам, и я поняла, что у всех разные звездки постройки. Ну, то есть человек учел в этот мир со своими, ну, со своими особенностями. И я даже убила, что у того вот человека тоже много что не получается. Для меня это было прям крат. Для меня это было очень интересно. И как ты имеешь здоровый уроки на голову, у тебя будет что-то не получаться. Я преимущественно была удивлена. И чем больше я общалась с ней, тем больше я выходила в пенинги на психологические повреждения, тем больше я сделала, что у меня практически разные звездки нет. То есть психологические осадники, но они украдут свои поступки. И вот когда я это поняла, мне стало гораздо легче. Я стала своим путей, где относиться с большим уважением, с большим принятием, каким-то заботом, с ближностью, с нервностью. А принять себя полностью, мне кажется, невозможно, потому что ты каждый день меняешь. То есть каждый день ты этого не видишь, но, например, проходит год и ты уже такой. И тебе уже снова приходится адаптироваться к себе новому. И появляются какие-то новые что-то. Мне кажется, что принятие себя – это просто базовое отношение к себе. То есть я сейчас отношусь к себе более заботливым, более нежным, понимающим. Как-то я хочу сказать, мужчина с любым его жизнью. Вот это вот базовое. А что там приходит мне? Приходится решать по-моему, по-моему, по-моему. Светлана, смотрите, вот ДЦП вы получили при родовой травме. То есть, ну, по большому счету, это, видимо, ошибка какая-то врачей. Обида была, вот через всю жизнь она проходила у вас. Если да, то что? Как это проработать? Ведь люди, ну, испытывают обиду в разных ситуациях. И что такое обида с точки зрения психолога, да? Как ее прорабатывать? Как ее прощать, преодолевать? Как с ней жить, в конце концов? И можно ли от обиды избавиться навсегда? Обиду я немножко упомянула в том вопросе. Да, конечно, я была обижена на людей, на саму себя, если я много что-нибудь могу. Но что такое обида с точки зрения психологии? Это нежелание брать, это ответственность за свою жизнь, за свою действие. И переквалывание ответственности на любого человека. Как только я взяла ответственность за качество своей жизни для себя, и так и я поняла, что я устраиваю себе такую жизнь, которую я хочу, такое качество жизни, которое я хочу, его никто не устроит, кто меня. Туда мне стало сразу легче, туда я перестала себя с вами с другими, и занимаюсь своей жизнью, занимаюсь собой, занимаюсь обустройством определенных качеств жизни, которые я хочу. Если раньше мне было стыдно за то, что я инвалид, и какие-то у меня очень высокие амбиции, мне казалось, то сейчас я понимаю, что я могу добиться всего я хочу. И я поэтому иду своим темпом, своим спортом. Это великолепно. Следующий вопрос. Вы учились в интернате изначально, и последние два года вы уже были на домашнем обучении. Насколько вообще нужен интернат человеку, у которого есть какие-то особенности, скажем так? Насколько он помогает? Насколько сейчас вы думали о том, что если бы вы там все это время жили дома, что лучше вообще? Вот, допустим, родители, которым предстоит принять решение, где будет лучше ребенку, где он получит больше навыков реабилитации в домашних условиях, либо он будет в интернате находиться. Насколько он помогает человеку, мы говорим конкретно про ДЦП, вырасти, приспособиться к этой жизни, и что бы вы посоветовали вот родителям? Ну, тут, мне кажется, как всегда, это зависит многое от самого человека. У меня, в принципе, гарантий такой достаточно болевой упрямый, и у меня в школе трат мне два очень много. Я там получилась оставить себя, заниматься с тобой, работать в команде, где я была в школе, в классе, в полгода время, и я там, мы придумали все эти мероприятия, я помогала вести психотеки, в школе, там, ну чё, тело и любовь. Ну, это такая, это школа жизни, где я, ну, очень сильно социализировалась. Единственное, что мне не хватало, это получить АГБ. Ну, так как я скончала домой, на выходные, то выходные я работала, полку тоже на лапках, и это дали очень хорошо. Я этому тоже рада, что мне пришлось к моему, могу учиться домой. Я в школе искру диплом, потому что там мне удалось распространяться, очень хорошо, там я ходил очень хорошо, там я учился, я не знаю, что лучше, домашняя жизнь, школа, но для меня школа, это однозначно, потому что дома, это родители, это учителя, и очень мало людей, в школе это большое количество общения, очень много, для меня школа, институт, для меня это школа жизни, которая сейчас мне помогает. Дальнейший путь ваш такой, что вы уже два года, одиннадцатый и десятый класс, вы уже были на домашнем обучении, и насколько я знаю, к вам приходила учительница литературы, которая и направила вас в эту психологию, потому что вы хорошо разбирали какие-то произведения, рассуждали, обсуждали, понимали, пытались понять, почему так или по-другому повели себя герои, и очень хорошо это объясняли. Это была главная составляющая в выборе вашей профессии. И сразу же задаю вопрос, почему вы приняли решение вскоре, после того, как поступили в институт на психолога, не учиться онлайн, а вот что двигало вами, что вы сделали этот шаг и пошли очно учиться в институт, потому что, насколько я знаю, было это все непросто, вам надо было сесть на велосипед, и вы это успешно сделали. Вот как вы преодолели этот момент, почему вы решили, что вы должны быть в социуме и должны обучаться именно оффлайн? У меня не было мысли поступать на психолога, я попался вначально на как поставить в практике, как поставить жить вначальности, вначально. Так-то я поступала на информатику и экономику. У меня когда росла в математике очень хорошо, я ее очень люблю, и она не было, очень легко продавалась. Но по какой-то странности, даже случались, не случались, я провалила когда-нибудь вот в математике и у меня ученица полетила то, что вот там принимают заушен психолог типа, мне кажется, что это очень хорошо лучше. Я сопротивлял это ну, это вообще не больно, я люблю математики, я иду в цирку. Ну, прошла. Атальки были на руках русский, я русский с очень большой натяжкой делаю сеть и пюх! У меня русский для меня очень тяжело давалось, давался. Но, у меня как нехали, прошла шесты, я поступила на психологу очень шестой просто вот сразу как будто бы это мой путь. И поучившись на психологию заочно, когда онлайн обучение еще не практиковались, я училась в 12-м когда еще у нас вообще не было, даже лет рядом не стреляла. А получившись в 12-м я поняла, что обучение обучение заочно это во-первых, очень сложно это то же самое, как хирургу учиться заочно психологу так же психологу важно выстраивать отношения а он время разработать важное общение коммуникация и тогда я отучилась и поняла, что я не хочу все ответы открыть и лопатить тонны книг чтобы выводить что надо лучше пойти на заросное обучение чтобы прийти на заросное обучение мне пришлось год взять академ год и не рваться чтобы одной ездить перелегаться к городу и в через год я перевелась на научное отделение я встретила своего первого гражданского мужа жили два года именно благодаря психологии и благодаря психологию начальщик тоже общаюсь по ураве другу ну уже как друзья а велосипед я села после института где-то через кубер-2 мне захотелось быть как по городу все стало тихо ходить и поэтому я пошла на интернете с большим другом и привела его в фильм следующий вопрос конечно про вашу спортивную историю люди им иногда лень заниматься спортом они там в спортзал записываются не ходят тут вы стали я насколько знаю за сборную параолимпийскую вы выступали поправьте меня если я не права и вы освоили этот велосипед вы более того очень много сделали я прочитала для того чтобы люди с какими-то ограниченными возможностями имели возможность в городе заниматься спортом вот расскажите поподробнее насколько это было сложно и момент вот вы сели на этот велосипед да вы поехали по городу понятно дело у вас взрослый большой трехколесный велосипед да было ли сложно боялись ли вы вот этого что на вас будут все смотреть как я уже сказала что я привезла сейф в первой первой трехколесной у меня не было мысли участвовать в спорте я его покупала только чтобы мне было удобно быстро двигаться по загрузе и однажды на меня увидела женщина у которой я тоже на цп ее забыли она такая очень активная и она попросила у меня попробовать села попробовала и буквально через полгода она меня позвала на император России то есть она создала секции ну она все сделала с той секции она открылась и мы с ней первые поехали на император России я поехала просто чтобы не продвижать у нас были тогда такие тяжелые велосипеды которые не способны для спорта но на этом тяжелом велосипеде я заняла второе место и потом федератор спорта закупила спорту и меня взбернулось и так я попала в спорт но планов планов участвовать в спортивной у меня вообще не было это как с психологией получилось случайно и да первый год когда я привезла сюда велосипедки и меня фотографировали меня снимали на телефон меня постоянно останавливали спрашивали а где можно купить такую велосипедку буквально через годы три видимо от спрасного велосипеда это был хороший потому что стали завозить кем велосипедок и не стали покупать кем дачу с годичным они стали покупать удобно там бабушкам дедушкам очень удобно положался и приехал на данный момент я велосипед более тринадцати лет и счастье как я говорила что я забыла в России и придел кукумира и вот в этом году я заняла второе и первое место в чемпионате осень то есть на данный момент и чемпионате осень очень удобно когда будут идти вас парень психики нам все обещают может быть нам поведут мы ждем и это все вы выучились на психолога но потом пошли и занялись веб-дизайном почему отучившись одной профессии вы пришли к другой с чем это было связано почему вы сразу не пошли допустим ну пытаться работать практиковать или все это было совместно и веб-дизайном вы занимались несколько лет и только потом опять вернулись в психологию почему вот так произошло на тот момент у нас так получилось что у нас грубо была психотерапия у нас грубо была такая психотерапия и у нас было очень много таких групповой психотерапии местной психотерапии и я назад за два последних года обучения перенела видимо психологию что я не могла даже слышать про психологов про психологию меня воротило жутко поэтому я чтобы сменить родительницы я туда психомола и пошла на родительницу просто отмечения и тогда я думала что психология больше непрекрасна но у меня было очень очень много у меня было только я немножко остыла и вдохнула руками немножко за это пью такая непростанционная у меня был и 100 деньги я пыталась открыть я пыталась открылась прихмарить в институте я делала купила готовить бизнес в домом магазине я искала себя и всяких вариантов работать прямо чтобы прийти куда-то и работать психологией во-первых у нас страна еще на 3 уровня что не не очень куда-то берут и я точно знала что мне нужно работать только за себя когда я смогу обеспечить устраиваться но беспредельно может сейчас у нас немножко стало полить но что я слышу от своих знакомых берут тех у кого очень легкая форма а тех как я действует единственный способ жить это работать на себя когда я зашла на ваш сайт конечно там колоссальный момент вашего обучения то есть и индийская философия да и йога и коуч тренер и психолог и всему этому вы обучались а не просто да как сейчас у нас как стать миллиардером да и куча всяких коучев существует на эту тему но больше всего меня поразила история это гвоздетерапия и как бы для меня это вообще какой-то непонятный мир я один раз видела йога которая становилась встал на гвозди и даже поранился при этом вообще что это такое в чем польза вы как к этому вы пришли вы действительно на гвозди встаете и вообще ну просто вот это мне бы было интереснее вот про этот момент поподробней вот терапии я очень люблю я на гвозди повторяла где-то два с половиной или три года прям каждый месяц я приходила к своему психотерапевту и стояла у нее где-то минут тридцать-сот как я встала на гвозди я тоже дуга но очень интересно у меня был первый спортивной коллегии спортивной стране идти на 10-15 лет я ушла и в 20-м году я стрелывала 국ы пока я был приезда я пошла учиться на круче и училась на круче и придумала свою на ней кушь одна из сессий этого кушь у меня была двумя с терапией Ну это потому что через годы можно очень глубоко попасть в какие-то подлинные моменты, которые надо в ней прожить. Так это сделать сложно, а через годы ты хочешь не хочешь, ты просто попадаешь. И так как я чемпионала что-то такое, я не думала, я договорилась с Шашей Мелик, она... Я ей сказала, что вот у меня есть такой, такая программа, и у меня есть такой наперед, что надо постоять на гвоздях. Вот у меня есть клиент, мы с ней приходим. Она такая, давай попробуем. Я поняла, ты у вас своего клиента, клиент постоял, процесс прошел, я увидела, как ты работаешь. И потом я сама пришла, кто-то с ней на гвоздях, и вот после гвоздей я пошла на психо-нагестатики к этой теме. Потому что там очень многое открывается, что в обычное время ты привыкаешь что-то вселенной спросить, и настолько она уже там, в тебе это скрывается, ты даже это замечаешь. Но она болит. Вот так и привыкать к душевной боли. А на гвоздях она очень хорошо выходит. И чтобы немножко алюминицией, вот именно алюминицией очень сильной. То есть я чувствовала финансовый, но не распознавала что я чувствую. И за этот период у меня образовался такой психологический факт, такой такой очень стойкий женщина, на которой все пройдет, и что бы не повредить-то, чтобы увидеть себе опять женственность, мягкость, легкость. Мне пришлось в 2,5 года оставить гвоздях, чтобы пробить вот эту броню, которая все растила, как раз его обучалась, пока я становилась в обществе. Вот. Ну, что сейчас, сейчас я уже перестала стоять гвоздях, потому что чувствительность уже очень хорошая. Особенность достаточность. Особенность достаточность, чтобы понимать, что я чувствую, что с этим делать. И я стала более женственной, более женственной, я понимаю, что с этим делать. А тогда я не понимала, что у меня было больно, у меня было нехорошо, но что-то внутри болит, и не было понятно. И через гвоздь мы доставали все то, что упаковано в эти истории, что я сложила себя и попыталась их забыть, запомбировать, чтобы не было не старать. А энергия все уже туда уходит, чтобы какие-то эпизоды жизни не изделить. Псих катается кучей энергии, чтобы это все удержать и утромовать. Люди привыкают к этой больной живот, но так как я в основном психотопедии, я уже не хотелось бы этим пичком больно жить, быть. Я потихоньку-потихоньку так узнавала себя, распаковывала, что мне там не пить, что болит, почему болит, и как я могу себе помочь в помощи психотерапии. Сейчас мне нужно бедить, потому что я могу любое состояние его потанцевать, либо кто-то нарисовать, либо ходить на психотерапию, обработать этот психотерапевт. Сейчас уже такого мощного панциря не получается. Именно не хочется его. Хочу немножко спросить про вашу практику. Практикуете ли вы как психолог со всеми людьми или делаете акцент на помощи именно деткам с ДЦП, допустим? Кто он, ваш клиент, ваш слушатель на сегодняшний день? Мой пресс на сегодняшний день – это женщины, в основном женщины от 25 кг до 45-50 лет. Все пять женщин, которые в поисках себя, которые снова ищут какой-то смысл жизни, и снова хотят с тобой развиваться, и это чем-то своим вне зле. Это женщины, которые в стадии развода, в общем-то, наоборот приходят. Приходят с опытственными отношениями, приходят в клинистных ситуациях. На ДЦП, ребята, приходят очень мало, потому что, ну, там наши были в школе. ДЦП приходят в тех, которые есть интерес к тебе, и они где-то что-то по своей жизни что-то делают. Не знаю. Но их очень мало, прям вот очень мало. За последние двадцать годы, конечно, приходили два-двадцать тысяч человек из ТЦП, и они ходят очень приводка времени. В селе поликарии я пыталась работать с детьми. Не на детей, а я пыталась работать с родителями, укрепить больных детей. Но это очень тяжело, я поняла точно, что нужно работать с таких, кто внук, и они сами, кто внук любит. Вот если человек сам приходит, тогда он заинтересован. Ну, а там немножко было ресторанин, и там, мне кажется, нужно создавать какие-то группы психологические поддержки, вот именно родители больных детей. И больные дети, наверное, создавать там психологический друг. Но это отдельная такая работа, отдельная история, в которой я пока не лечу, 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 не лечу. Если кто-то поражает, кто-то прилазит, погибится своим опытом, то я тоже надо. А вот самой создавать, забирать, искать людей умных, создавать, и вообще они меня ищут. Вот это ладно тогда, человек такой заинтересован, и себе туда не в ходу работы. А так и нет. Хотела спросить, насколько важно окружение для человека в принципе, и в вашем случае в том числе. Ваши идеи открыть канал, начать свою практику приходили вам в голову? Или вас кто-то к этому подталкивал? Насколько люди, окружающие вас, поддерживали вас в ваших идеях? И что делать человеку, если вот он один сам, и вокруг него люди, которые говорят, у тебя не получится, ты не сможешь, ой, сиди. Это же частое явление в нашей жизни. Вот расскажите вашу историю в этом плане, и что делать человеку, в которого никто не верит? Я именно тот человек, в которого никто не верил, и от которого никто ничего не ждал. Это сейчас, когда меня родители любят, поддерживают, знают, что у меня много чего получается, а в детстве я очень быстро поняла всякую вопросу, что если не делаю меня, то дальше не делать никто. И есть люди, есть люди, которые ведутся вот таким как-то в той жизни, у них есть кому-то вот, кто-то их приглашает, кто-то их займёт, кто-то говорит, давай, давай, ему с тобой. А у... я истекли, которых, ну, господи, что тут с меня взять? И я, и все, все свои деньги задевала в совах, и всё. И просто, видимо, у меня очень сильный интеллект в жизни, как что устроено, как что работает. И, эээ, когда у меня были депрессии, единственный вопрос, который меня вытаскивает из этих депрессий, «А, что будет дальше? А что я сейчас могу из них распределить?» И вот этот вопрос, я, если ещё, когда у меня грустно, когда у меня что-то не получается, я постоянно себе не буду говорить, а что дальше? А что ещё это будет? Вот. Ну, ответственность за вашу жизнь и помните на вас, как вы её строите, как вы себя будете распределять в этой жизни, отвечайте против вы. И насколько вам интересно, придётся сейчас, зависит только от вас. И чем мы быстрее это понять, понять и взять, тем мы успеем становиться интереснее жить. Понимаете? Не интересно находиться в воле жертвы и что-то, и что-то от того-то знать. Я был пью, когда я жила, в системе жертвы, я жила, 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 жила. А сейчас кто-то придёт, и сейчас что-то сделает, и все едутся. Никто не пьёт, никто не пьёт, никто не пьёт. Только я сама это не делаю. Но я считаю, что отражение человек созревает себе сам. Человек находится в том отражении, в котором, в котором он сейчас развивается. То есть, что-то в нанести у него происходит такое, что он себе создаёт определение отражения. Как только он себя что-то понимает, его начинают интересовать, беги не видеть, и сидеть отражение, и окружение с тем, уже не видеть. Я очень надеюсь, если я придёл на все ваши вопросы, и это интервью будет интересно, и полезно для людей. Хоть если, хоть одному человеку это будет интересно и полезно, это уже будет очень хорошо. Спасибо вам за такие точные, глубокие вопросы. Мне было очень приятно на них, и всем хорошего настроения. И если у вас что-то не так, то давайте я просто не могу. А интересно, а что будет дальше? И что я ещё смогу создать, сделать в этой жизни? Если даже так, как сейчас, что детство я смогу делать? Всем пока, пока! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok